Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас у себя на канале. Меня зовут Екатерина. Кто меня не знает, мне 47 лет. И я родила своего сыночка долгожданного Ричарда. Это мой второй ребенок. Первой дочке уже будет скоро 23 года старший. Я родила ребенка своего второго, как я уже сказала, на 10-й попытке переноса ЭКО. Поэтому всех, кого интересует тема ЭКО, пожалуйста, смотрите мои предыдущие видео. Очень удобно искать по поисковику. Название видео вбивайте. То, что вас интересует, очень у меня много на канале видео на тему ЭКО и все, что касается ЭКОшных беременностей, подготовки к ЭКО и так далее. Потому что очень много вопросов. Бывают новые зрители, благодарят за видео и часто не могут найти. Поэтому просто заходите на канал, в поисковик вбиваете тему. Допустим, гистероскопия перед ЭКО, там пайпель-биопсия, либо еще что-то. И вам как раз выходит видео, посвященное этой теме. Мы находимся в городе. Вот опять не хочется говорить про болезни, но придется. Придется, потому что мы приехали с дачи в город, потому что Ричард у меня подцепил какую-то, видимо, кишечную палочку. Он очень любит играть с водой, как я уже говорила, показывала в видео. Мы наливали ему тазик, наливали еще такой большой корыца. Он там и купался, и просто играл с водой, когда была жара, стояла. И он, соответственно, вода она из колонки. Мы не можем столько воды кипятить в чайнике, сколько ему нужно. Он играет там со своими игрушками. Игрушки тоже бывают из песочницы. Вода из колонки не кипяченая. И, по сути, он у меня мало что берет в рот, но вот как бы бывает с водой такой, что раз, и наберет там, не знаю, формочку или что-то. И то ли делает вид, что пьет, то ли действительно может хлебнуть. У нас такое бывает в ванне, когда он купается. То есть я его тоже ругаю за это, конечно, потому что в ванне, соответственно, тоже мыльная вода, не кипяченая, тем более горячая, когда, вот знаете, она вообще химическая, одно дело холодная. И раз он берет, берет и хлебнет. В общем, первый раз, когда мы были на даче, как-то нас проносило. Второй раз были, тоже была жара. И, соответственно, один день хлебнул, второй день хлебнул, третий день хлебнул. И потом, короче говоря, стукнула у нас температура. Это было 5 июня, 4 июня вечером случился понос, первый инцидент. И 5 июня снова с утра расстройство желудка. И в обед он встал со сна, и у него температура 38. По-моему, аж и 5 было максимальная. То есть большая достаточно температура. Мы бегом в город, потому что, соответственно, мы находимся, ну, можно сказать, в деревне там в СНТ. На 6 число вызвали врача. И, соответственно, она назначила нам лекарство. Эрсофурилом мы лечились. И, кот пришел. 7 числа к нам пришла медсестра. На дом очень удобно, кстати говоря. И взяла мазок из попы, чтобы посмотреть, нет ли у нас чего серьезного. То есть сальмонелла, там динтерия, еще что-то какие-то там. В общем, такие серьезные, да, бактерии, да. Либо это просто у нас, грубо говоря, кишечная палочка. Но у нас от лечения все быстро прошло. Ну, температура у нас сутки держалась. Расстается желудка полторы суток даже. Только мы начали, первый раз приняли это лекарство. И все у нас, все прекратилось практически. Ну, был еще там немного такой стул неоформленный, наверное, сутки еще после того, как прекратилось. И потом уже все в порядке, как обычно. То есть я уже понимала, что ничего серьезного у нас не найдут. Через 5 дней мы пришли к врачу на прием, потому что этот анализ делается очень долго. Вот этот именно посев, не мазок из попа, а посев кала он называется. Он очень долго делается, 5 дней мы пришли. И, соответственно, он у нас был весь чистый. В плане того, в плане серьезных вот этих бактерий, которые я перечислила. Поэтому мы до сих пор в городе ходим по врачам. Еще у нас случилась такая тоже неприятность. Привезла его в город. И тоже такая интимная тема немножко. Но мамы мальчиков некоторые сталкивались. Говорят, что это, ну, бывает. То есть это достаточно распространено. Я смотрю, вот когда он заболел, привезла с температурой, что у него одно яичко прямо сильно ниже второго слева. А было все одинаково, то есть до этого. Я понимаю, что есть асимметрия, но тут прямо явно было очень видно. Соответственно, я педиатру, когда мы пошли за анализом, говорю, что так-то и так-то. Она говорит, у нас есть уролог, только в другом месте, в другом филиале. Запишитесь, и он вас посмотрит. Пришли мы к этому урологу. И вышло так, что он поспал по дороге. То есть он в лежачем положении был. Пришли, я, естественно, боялась водянки, потому что читала, что водянка, в общем, и так далее. Он говорит, да у вас все в порядке. Но я смотрю, действительно, все как бы нормально. То есть я не знала такой нюанс, что нужно как бы час походить перед осмотром и вообще, чтобы это было видно. То есть он полежит вроде нормально, со сна все нормально, походит. Соответственно, все так же. То есть асимметрия идет, одно ниже другого. Я нафоткала в итоге это все дело вечером. И думаю, схожу-ка я еще к хирургу. Запись за две недели вперед. Но мне повезло, я звоню. И вот есть номерок буквально на этот день, в который я звоню с утра. Мы помчались к хирургу. У нас очень хороший хирург в поликлинике. И она, в общем, нащупала у него кисту. Мне, кстати, в телеграме спрашивали, киста ли это семенного канатика. Вроде она сказала, что это не киста семенного канатика. Она как бы над, получается, яичком. Она не затрагивает этот семенной канатик. В общем, она ее прямо увидела. Она мне показала. Она говорит, она тоже гуляющая. Почему она вверх-вниз? Соответственно, тоже как бы, когда он походит, соответственно, она вот давит. И яичко получается ниже. Когда он там полежит, яичко гуляет. Гуляющие яички, так скажем. Такая тема, да? Мужская. Вот. Но говорю, как есть, в общем. И киста туда наверх поднимается. В общем, конечно, ничего хорошего. Сказали наблюдать. И до 3-4 лет. Если потом не исчезнет, то, соответственно, делать операцию. Не рассосется. Вот. Очень на все эти кисты плохо влияет кишечное отравление. И также вирусные заболевания, типа ветрянки, которые, как сказать, с кожными насыпаниями. То есть, они вот это все провоцируют. Поэтому, возможно, нас провоцировало это отравление. Ну, вот, кишечная инфекция. Непонятно. В общем, сказали беречь его. Ну, знаете, как бы это. Болеть в любом случае будет. Тем более, мы собираемся в садик. Что касается меня. Ждала я УЗИ тазобедренного сустава. Прям с таким нетерпением, так скажем, что все прояснится. Прихожу на УЗИ. УЗИ с ней говорит. А вообще, кто вас послал? Я суставы не смотрю. И вообще, УЗИ в этом случае не информативно. УЗИ по суставам, оно может показать только жидкость. Когда какое-то там воспаление, либо удар. И все. Я могу увидеть только жидкость. Никакого хряща я не увижу. Вот этого хондроматоза, который мне поставили по рентгену. В общем, вам надо делать МРТ. Либо платный, либо добиваться бесплатно. В общем, я такая расстроенная. Он там написал мне в итоге, что рекомендовано МРТ. Завтра пойду к терапевту. И либо встану на очередь на бесплатный. Либо уже буду делать платный. Так же, как я делала платный. Вот недавно, месяц назад. Полтора месяца назад позвоночник я делала. Блесничный отдел. Ничего не прояснилось абсолютно. Поэтому иду завтра к терапевту. И буду уже как бы выяснять. Наверное, он даже мне к травматологу-ортопеду не пошел. Это смысл. У меня на руках только рентген. Кстати, диск я получила в рентгенском кабинете. Я пришла, сказала, что мне надо на руки снимки. Они мне дали диск. Вот. В общем, такие дела. Еще все это затягивается. В общем, принимаю обезболивающее. Но я, в принципе, не принимала обезболивающее. Я удалила зуб. Удалила зуб, получается, 7 дней назад. Шестерку еще одну. И так как у меня болит зуб. Очень сложный зуб был с кистой. Мне приходится принимать раз в сутки немеселит. Немесулит, вернее. Вот так лекарство называется. И мне как бы от этого немесулида и зуб проходит. И нога меньше болит. То есть вот таким образом. Так отдельно я для ноги обезболивающее не принимала. Как бы не хочу на них подсаживаться. Но зубам такая история. Вроде болит меньше, чем в тот раз в феврале. Но все равно, конечно, полдня принимаешь. Полдня вроде не болит. Лекарство долго действует. Оно противовоспалительное. Потом начинает. Особенно если на ночь я стараюсь принять, чтобы хоть как-то спокойно спать. В городе мы ведем активный образ жизни. Мы везде ходим, везде ездим. Мы посетили зоопарк. Обязательно будут кусочки видео про зоопарк. И также про наши походы по городу. Мы съездили с Ричардом и с папой на Петропавловку. Там, кстати говоря, встретили нашего губернатора случайным образом. И нам даже удалось с ним сфотографироваться. Вот такое совпадение интересное. Также мы сходили на выставку в выставочном центре России. Который у нас находится рядом со Ска-Арена. И также около Ска-Арена мы нашли очень хорошую детскую площадку. Именно малышковую. С огромными гигантскими песочницами. Также мы еще 1 июня с Ричардом были на параде колясок. Можете зайти в коротенькие видео, посмотреть, как это было. Нам там подарили безлимитный на 2 часа билет на катание на аттракционах Гагарин Парки. У нас тут рядом в Парке Победы. И, соответственно, вот сегодня мы с моей подружкой, с детьми, Ричард и ее дочка, ходили как раз кататься на аттракционах. Надели нам такие браслетики, вернее, детям. И мы, соответственно, тоже их сопровождали на аттракционы. Совершенно бесплатно. В общем, накатались. Даже 2 часа не стали там быть. 1.15 нам было просто за глаза и за уши. Поэтому мы довольны. Дети, главное, довольны. В общем, все получили море эмоций. Обязательно тоже ставлю видео с катания на аттракционах. Поэтому смотрите. Сейчас будет очень насыщенная нарезка по нашей активной, так скажем, жизни. Летней, летней. Только летом можно так активничать, мне кажется, в городе. Зимой все-таки мы сидим там больше дома. Как-то, не знаю, на те же аттракционы ты зимой не пойдешь, если только это не закрытый какой-то парк. Кстати, насчет предыдущего видео. Там просто море комментариев, там 400 или даже с лишним. Я на все даже не успела ответить по поводу темы имя. Имя моего ребенка. Я рассказывала про то, что имя ассоциируют с собачьей кличкой. И только, в принципе, об этом я вела речь. Что это неправда, что каждая, грубо говоря, вторая собака идет с таким именем. Но обсуждения пошли и в другое русло. Писали, что... Такого рода комментарии были. Нет, вы признайтесь, вы просто хотели выпендриться. Вы просто возрастные и хотели выпендриться. Вы признайтесь в этом. Хотели отличиться. Ну, у нас задачи выпендриться совершенно не было. Ну, то есть люди хотят от нас какого-то признания, почему мы так назвали ребенка. Имя понравилось. Ну, хотелось, естественно, чтобы имя не повторялось. Чтобы он был, не знаю, один в классе, один в группе в детском саду. Чтобы имя была редкая, красивая. Так что, дорогие друзья, приятного вам просмотра. Пишите свои комментарии обязательно. С вами обсудите тоже одну интересную тему. Даже у меня несколько интересных тем. Поэтому ждите скоро и следующее видео. Не будет такого долгого перерыва. И всех была рада видеть. Пришли встречать в один зоопарк. Смотрим кенгуру. В общем, у него глаза разбегаются. Конечно, он уже... По сравнению с тем, что мы были полгода назад, он уже все-все-все понимает. Азиатский леопардовый кот. Котик там, да? Такой большой, да? Котик. Что это у меня тут? Подвешена какая-то игрушка, да? Котик. Здесь, а где кенгурушки? Вон они лежат, да? Но они встают, не встают, да? Посмотри здесь. Они отдыхают. У них сон дневной. Все, в коляску не хотим садиться. В общем, хотим бегать. Тихо. В общем, впечатление полной штаны. Ребята, год и восемь. Прям самое то для зоопарка. Прям самое то. Да, или чуть. Вот, так что начинайте ходить. Мы еще собираемся сходить в большой зоопарк. Тут мы вообще случайно оказались, ехали в другое место. Сейчас решили зайти в торговом центре. Вот, не собирались ехать. А в большой уже надо планировать. Там часа, наверное, на три. Где наша коляска? Коляска наша где? Давай берем и идем дальше. Прискок обезьянки. А тут вороны. Прыг-скок обезьянки. Прыг-скок. Если полгода назад мы сидели в коляске, смотрели тут все внимательно, то сейчас, конечно, ему интересно бегать, все трогать. Уже, конечно, совершенно другой возраст. Еду какую-то несет. Дещу, давай не будем тут лапать ничего. Пойдем дальше, посмотрим, кто там у нас еще есть. Смотрю, он кушает. Что-то какую-то еду несет. Какую-то еду в клюве несет. Смотри, мясо там. Мясо в клюве. Видишь, он держит? Он сейчас есть будет. Кусок мяса держит. Видишь, он кусок мяса тебе, наверное, несет угостить. А это перья от него. Даже ящерицы тут рассмотрели. В тот раз он их не видел. Игуаны. Рич, посмотри, какая большая рыба. Где рыбы? Не стукай, не стукай. Не, нельзя стучать. Они испугаются. Нет. Нет. Нет, не надо этой штучки не для того, чтобы их трогать. Тут же все облакал. Рич, Оль. Рич, Оль. Пойдем дальше. Тут одни рыбки. А, вот там, кстати говоря, журабельки. Надо их увидеть. Пойдем дальше, посмотрим, что тут. Пойдем дальше. О, какие птички. Смотри, Рич. Посмотри, какие птицы. Африканские марабу. Посмотри. Ой, какой он огромный. Просто гигантский. Больше тебя в три раза. Ты видишь? Видит. Вот там, видишь? Кошечки и Ку-Ку-Ку. Пойдем посмотрим на них. Это петушок, наверное. Вот это, да, с лапами. Сейчас мы пойдем на второй этаж на лифте. На лифте пойдем. Вон, вон еще, смотри. Вон зайчики. Вон зайчики. Вон зайчики. Так-так-так-так. Прыгает, смотри. Зайчик прыгает. Ушки у него такие. Смотри. Как он прыгает. А эти отдыхают. Спят, лежат, да? Да, Рич. Зайчики спят, наверное, и спят. Кушает, да, он? Кушает что-то. Смотри, какие-то веточки. Кто тут? Кто это? Морские свинки. Ой, боже, сколько их тут много. Обалдеть. Кто это? Тут зайчики, да? Смотри. Вот зайчик. Рич, смотри. Тихо. Не уйдайся в лицо. Вот зайчик. И вот кролик. А тут тоже морские свинки. Смотри, видишь, они веточки кушают? Видишь? Видишь, они веточки кушают, листики? И вот тут, смотри, сколько их много. Они тут едят, да? Пойдем коз посмотрим. Рич, где козы? Вот этого мы кормили в тот раз, помнишь? Посмотри, вот этот вот. Без рожек вон. Ушки у него, смотри, такие вниз, да? Ушки вниз. Выбрались в центр. Да. Петропавловскую крепость посмотрите, Ричарду показать, потому что мы в центр с ним ни разу не выбирались. Ну, а сейчас находимся в городе, поэтому святое дело летом прогуляться по историческим местам. Ричарду очень нравится. Вот. Вот сейчас пойдем посмотрим, как взлетает вертолет, поодаль станем. Ему нравится вся эта техника. Сейчас покажем ему вертолет. Ну, а сзади у нас шпиль Петропавловской крепости. Не знаю, видно или не видно. Монетный двор. Говорят, губернатор приехал. Даже застали случайно. Видимо, какое-то мероприятие. Батюшка и губернатор наш. Видите, случайно гуляешь и... Видишь, как что-то происходит у нас в городе. Пойдем дальше. Посмотрим, как я потеряла коляску. Иди, коляску. Представляете, снимаю губернатора. И там смотрю, что Руслан уже стоит с ним и пытается сфотографироваться. Вот подбежала. В итоге нас снял какой-то профессиональный фотограф у них там снимал. И сняли на телефон несколько фото. Вот. И он спросил, как зовут нашего ребенка. В общем, прикольно вышло, конечно. Вот так вот. Чего в жизни только не бывает. Кому интересно посмотреть наши фото с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка всегда под видео. И ищите пост от 9 июня. Там есть это фото. Маша, пожалуйста. Маша, иди ко мне. Маша, ко мне. Смотрим, как вертолет взлетает. Ричельке уже надоело, потому что он долго разгоняет свой винт. Но сейчас уже полетит. Да, Ричель? Сейчас полетит вертолетик? Ричель, помаши маме. Маме, помаши. Мама-то тут? Рич, мама-то тут? Я тут. Маши. Маша, иди ко мне. Просили снять, как Ричард ест сам ложкой. Вот. Всегда беру две ложки, чтобы он сам кушал и его докармливать, чтобы мы не вырывали друг у друга ложку. Вот. В принципе, если ему дать самому есть, то как бы он хуже поест, чем если бы я его докармливала, то естественно. То есть он вот как может зачеркивает, соответственно. И да, кота передразнит, что кот мяукает. И, соответственно, у него больше две ложки выпадает. Но все же он ест. То есть у него есть стремление кушать самому. Вот. Поэтому в садике, конечно, полностью голодным он не останется. То есть за это я спокойно. Там, кстати, вилок не дают. Там дают только ложки. То есть они первое и второе кушают ложками. Вот. Надеюсь, я ответила на вопрос. Был вопрос под предыдущим видео. Покажите, как Ричард ест сам. Это у него щит свежий с курицей. Да, Ричард? Вот. А на лице зелень. Да, Дед Пич? Едим макароны с сыром. Вилочкой детской. Часто говорят, что вот там большая вилка на съемках или что. Вот эта маленькая вилка. Может быть так смотрится. Потому что снимаю, что столовые приборы спереди. Вот эта маленькая-маленькая детская вилка. Еще моя с зайцем. Вот тут зайчик изображен. Видите, вот. У меня ушки вот видно. Ричард ест макароны с сыром. Сам. Без маминой помощи. Вот так накалывает. И отправляет в рот. Да? Рич, вкусно? Вот таким образом. Макароны, конечно, удобнее есть вилкой. А не ложкой. Но, как я уже говорила, в садике вилки не дают. Из-за соображений безопасности. Вот. Вилки намного удобнее. Дай рич, рич. Приятного аппетита! ПОДПИСМЕНТОМИЕ И. ПОДПИСМЕНТОМИЕ И. ПОДПИСМЕНТОМИЕ И. ПОДПИСМЕНТОМИЕ И. ПОДПИСМЕНТОМИЕ И. ПОДПИСМЕНТОМИЕ И. ПОДПИСМЕНТОМИЕ И.